В Магнитогорске мужчина попал в реанимацию после того, как залетел на своей машине под маршрутку. Он оказался заблокированным в салоне авто. Спасателям пришлось срезать крышу, чтобы достать лихача. Все подробности в материале нашего корреспондента. Водитель этой легковушки получил тяжелые травмы. У него переломаны ребра, бедро, а также повреждены внутренние органы. Из искореженного авто пострадавшего доставали спасатели. По предварительным данным, водитель за рулем Лады Гранты не справился с управлением и влетел в маршрутку. От удара такси проехало вперед и врезалось во внедорожник и ВАЗ-15 модели. В итоге водитель Лады Гранты попал в реанимацию. Водитель маршрутки тоже получил травмы, но ему госпитализация не потребовалась. Он на амбулаторном лечении. Среди пострадавших числится и 56-летняя женщина. Она была пассажиркой маршрутного такси. По факту аварии начата проверка. В ГИБДД сообщают, что стаж водителя Лады Гранты 22 года. За нарушение правил дорожного движения его ловили один раз. В Челябинской области на трассе М-5 столкнулись две фуры. Установлено за рулем одной из фур был 33-летний водитель, житель набережных Челнов. Он не справился с управлением, допустил занос полуприцепа и совершил столкновение со встречным грузовиком Скания. За рулем второй фуры был 39-летний житель Оренбургской области. Он получил травмы и был госпитализирован. Предполагаемый виновник ДТП серьезно не пострадал. В МИАСе ВАЗ врезался в столб и перекрыл проезжую часть. Пробка растянулась на несколько километров. По предварительным данным, авария обошлась без пострадавших. Повреждения получил только транспорт. А эту аварию снял очевидец в Челябинской области. По ходу авария, причем скорая, пожарная, страшенная авария, скорее всего. Лоб в лоб столкнулись две легковушки. На месте работали спасатели, пожарные, бригада врачей. О пострадавших неизвестно. По факту ДТП проводится проверка. Продолжение следует...